Доброе утро всем! Мы находимся на пляже Амнун. Первый сектор. Команда Аса. Как раз попали на взвешивание. Поэтому наблюдайте. Потом мы возьмем у ребят короткое интервью. Сейчас тебя отпустим. Мы пришли. И рыб пошел. Ну хорошо попали. А там идет взвешивание. Что называется. Вы видите, что происходит, когда судьи приходят в лагерь. Судьи взвешивают. Команда продолжает работать. Сережа, калмач. Кило двадцать пять. Кило двадцать пять. И мент тут же написал кастрюльку верните. Он написал на 15 килограмм рыбу давай. Аса чемпионы пишет за ней. Фуревер. Тут нолики еще. Ты нолики славишь. Помнишь такое место Чапель? Вот это оттуда. Да? Там купил. На чемпионат веры, когда все лыкли. У нас еще проблема. Если рыбидач подберут, у нас же камни уходят. Я понял. За угол. Да, рыбидач надо за угол. За угол, да. Михаил Кольella. Ну думаю. Через полтора часа он будет. Его три сто 25. Про их взвешили уже. То только время не прошло. Та пару часа. Я говорю, а почему же все прошло с того времени? Что волнуется? Полтора часа я говорю. Через полтора часа он будет. один выстрел один труп как говорится приятный эфир когда в прямом эфире можно зафиксировать не только взвешивание но и поимку самой рыбы 975 грамм там издавайте ваши глаз двойку прибавят два шестьсот двадцать пять грамм фотофорографировать с собой будете будем будем конечно вам тут пошла куча лайков сразу спасибо нашим подписчикам и фолловерам тут один главный есть кормилец ваш честь его эту пойманная рыбка однозначно посвящаем да саша мент это рыба посвящена тебе есть это дремель сейчас нагревируем на карте для пинта от мента они отмета это вам кастрюлька было андрю но оставь рыбу на выпускать заброшу 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 маленькая да удаленькая надо торопить нет я имею ввиду что не надо фотографироваться поступали жалобы что у нас в эфирах не показывают рыбу наверное это фейк все для популяризации из афиши пожалуйста мы покажем у нас нет я у них еще буду пару минут так что есть шанс так и теперь положите ее сюда как я делаю фото я украинцы подразнить иначе каждый каждый год вы брать Снимайте, ну кто-нибудь. У меня руки заняты. Каса, вы лучшие. Слава, оставь нам на свой расписку. На свой расписку, чтобы мы потом подъемли. Не надо же мошканты-то собрать. Подрыжки такие. Я просто шарапаю. У меня подрыжка другая. Я просто другую. Это я еще не стараюсь, что навесил. Чтобы было меня дождаться. Я бы вам крестик нарисовал. Отпечатки пальцев. Держите. Спасибо всем. Попал? Прямо в глаза тому. Шоу кончилось? Не-не-не-не-не. Еще пару слов. Шоу кончилось. Пятый язык. А с чего начать? Я не знаю. Сектор такой-то. Скажите, команда, сектор. Команда Аса. Андрей, Славик, Антон. Сектор номер один. Пляж Амнун. Северная часть. В этом секторе мы первый раз. У нас было много разговоров за этот сектор. Поначалу обрадовались, когда вытянули. Но потом в процессе соревнований к нам пришло некоторые разочарования. Ожидания были, конечно, абсолютно другие. Мы где-то сравнивали результативность этого сектора с результативностью прошлогодних соревнований. Но не взяли в учет то, что те соревнования проходили в середине февраля и уровень воды был на метр выше. То есть... Может и больше. Да. Может быть даже и больше. Секундочку. Я хочу просто показать вот это дерево, которое вы сейчас видите. Если вы посмотрите фотографии и видео с прошлого чемпионата, вы увидите, что это дерево стояло как минимум метров на 20 в воде оно было. Так что можно понять, насколько вода все-таки упала. И такой уровень воды принес свои изменения в поведении рыбы. И так получается, что от 60 до 140 метров, это там, где мы маркировали свим, глубина 4 метра. Футбольное поле. Не дать не взять. Ни бровок, ни ракушек. Ничего. Не за что зацепиться. Мы работали уже на всех дистанциях. Два дня первая палка у нас была на дистанции 90 метров. Четвертая 135. Никаких отзывов. Вторая и третья палками мы работали на других дистанциях. И были сраные результаты. Не было такого, чтобы проходила стайка и было 2-3 поклевки. То есть одиночные поклевки раз в несколько часов. В чем раздобой непонятно откуда она бралась, куда она уходила. То слева, то справа. Объяснить это невозможно, понять тем более. И тяжелая ловля. Нет закономерности. Пытались вести статистику, но выходит бардак-вардак. И кстати, первую рыбу, первую поклевку мы на соревнованиях услышали только первый пик. И это была первая поклевка. Было в 12 часов дня. И то это был сом. Порядка четырех килограмм. Это было в первый день? В первый день, да. Следующую поклевку, следующий пик мы услышали часа в три, наверное, до дня. И там уже был карпик небольшой. На грани зачета буквально. Ну, то есть раннее утро, раннее утро, где-то с трех часов утра, с трех, с трех металов, да? И до обеда поклевок нет. Вчера? Сегодня это первое утро, когда... С утра что-то клюет. Десять часов, десять часов. С утра взяли или это вчерашнее? Ночная. Две ночных, одна утренняя и четвертая вот в прямом эфире. Ну это тоже утро. Утро, да. Не, утренняя я имею в виду... Ну это буквально половина. Часов девять назад. Часов девять, полдесятого, да? Сорок назад мы взяли. То есть то, чего не было никогда у нас в предыдущие три дня. Может потому что немножко ветер поменялся? Может быть, тут можно гадать долго, но... Нет, ну ветер какой-то непонятный, его можно сказать нет, но стиль. И очень много незасчетников до килограмма. Не, не то, что очень много. Не очень много, но попадаются, да. Как бы на это жаловаться не стоит. Мы рады любому писку. Со стороны, что у тех, кто сдает взвешивание много хвостового, у них этих незасчетников, естественно, в три раза больше. Естественно больше, да. У них общее количество поклевок огромное, а реализованных мало, потому что, ну, меньше килограмма рыбы. Хотя, когда мы два года назад сидели на Цимбаре, у нас незасчетников, может, один был. Один был, да. У нас была вся зачетная рыба и вся крупная. Нет, так как у нас еще поклевки очень редкие и попадается незасчетник, очень обидно. Ну, что делать, соревнования обидно, не обидно. Понятно, что соревнования. Всем обидно. Всем обидно. Родители не выбирают, а вот так и здесь рыбу не выбирают, какая клюет, такая клюет. Но мы работаем, пытаемся разогнать сектор, пытаемся понять его. Интересно, наши судья кастрюлю забрали или нет? Нет. Ничего. Догонишь ли? Позвони, может, Миша, я не собираюсь еще с треновой. Да, и в крайнем случае разберем. Хромологии кремой. Ну, а что еще хотите услышать? Вопросики есть какие-то специфические, может быть? Сектор удобный. Такой приятный. Логистика. Как вы сюда попали? Спасибо. Решу таки, наверное. Решу таки, наверное. Ну, прежде, решу таки, наверное. Спасибо Андрею Вазлину, всем, кто участвовал в этом, кто добился разрешения. Решу таки, наверное, открыли нам ворота на... Ну, вот сюда, мы сюда приехали, вот прямо вот сюда. Ааа, что вы говорите. По этой дорожке через мостик. Единственное, что я так понимаю, если пойдет дождь, это конечно будет... Нет, 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 тут чебенка плотная, тут достаточно плотный, хороший такой драм. Не должны выехать отсюда в дождь. Нет, нет, нет. Спасибо всем, кто принимал участие в этом. Классное соревнование. Мы понимаем, что опять-таки зайдет вопрос о процентовке, мы до сих пор не открыли. Процентов 50, 60, 70, 80, сколько-то зависит от жеребьевки, от везения просто-напросто. Но мы согласны с этим условием, поэтому мы принимаем участие в соревнованиях. Взять денег, задолбал. У нас бомбит сообщениями. Спамом, спамом, да. Хватит болтать, ловите рыбу, хватит играться в поддавки, пора выигрывать. Саня, пейджер, вот он, так что мы не пропустим. Тем более, что я здесь и как бы уже этот результат свой принесло. Да, да, да. Закономерность, рыба любит эфиры. Прямые. Да. Не кривые, а прямые. Бабушка, посмотри на меня, какой я красивый. А я в телевизор попал, да? Класс, класс. Тоже, да, реально прикольно. В прошлом году фактически первый раз взяли Амнун. Попробуем, да. И была куча, как бы, ну, опять же, мы знаем, что если бы тогда ураган не остановил Вильсонер, никто не знает, чем бы это закончилось. Естественно. Учитывая, что хорошо у них очень шло. Поэтому могли они как бы и... И исходя из опыта того года, когда мы находились на Цинбари и заняли первое место, и рядом с нами сидели та же команда Wild Carp, мы понимаем, что слом погоды может остановить их. Ну, как бы это в последние сутки, и я не думаю, что кардинально что-то изменится. Может они остановятся? Да. Потому что... Да, поэтому сказал, что кардинально, скорее всего, ничего не изменится, а разрывы... То есть будет идти, там, бинго, Wild Carp будет бороться за первое место. А уже за третье там уже есть, как бы, шансы сражнуться немножко. Да, вся турнирная таблица, если на нее посмотрите, разница грамм. То есть 50 грамм, 20 грамм, 100 грамм, меняется динамично два раза в сутки, непредсказуемо. Даже удержаться на том же месте стоит немалых усилий. Так что, ну, все хорошо. За вас болеют, вам прям миллионами лайки летят. Класс! Спасибо всем, кто в нас верит. Весь экран заполонили, мы знаем, откуда эти лайки идут. Из какого-то места можем геопозицию сбросить. Не надо сдавать. Кто хочет? Надо присоединяться к таким. Мы сейчас вам дадим точный адрес, куда обращаются за лайками. Там вагоном их разгружают. Вот, ну, спасибо, ребята. Спасибо тебе, Андрей. Спасибо, что участвовали каждый год, что... Мы этого праздника ждем на протяжении 360 дней. Только закончили соревнования и уже начинаем грустить. О, целый год сидеть, ждать, пока начнем соревнований. Потому что это такое место, эти соревнования, теплая душевная атмосфера, такие же чокнутые, сумасшедшие, в кавычках, естественно, люди, карпятники, которые тебе понимают. Лечиться не будем, с кем приятно поговорить, пообщаться. Это хроническая болезнь, которая не поддается лечению. Ну, и естественно, вот это вот ощущение борьбы, вот... Это обалденно. Спасибо большое участие. Спасибо вам всем. Организаторам, спасибо. Ну, спасибо, да, спасибо Майе за то, что она, как бы там, держит судей в страхе. Ну что, их надо держать. Конечно, судейство на уровне, на очень высоком уровне. То, что не вовремя выходят таблицы, ну, это есть объяснение, все нормально. Я объясню. Все понимаю. Спасибо. Не страшно и не смертельно. Ладно, все желающие... Лайки с Рафишу поставим. Спасибо всем. Можете продолжать общаться там в чате между собой. Мы этот эфир завершаем. И там у них уже бурное общение, уже на вас даже внимания не обращают. Спасибо.